К нам едут журналисты, еще один сюжет, так что мы скоро будем с тобой, ой-ой-ой, скоро к Палахову поедем. Сегодня супруги Лунёвы с телефоном последнего поколения на «ты». Такие фишки знают на стройках, что молодежи и не снилось. А ведь еще три года назад не знали, что такое смартфон. Кнопочный телефон – вот с чем располагали. Но даже так умудряли снимать контент, который набирал сотни тысяч просмотров. Первое видео выстрелило. Был 45 или 46 градусов мороза. Я поехал в Барнаул, и люди грузились в Йоклу зимой в поле. И тут какая-то была, по-моему, то ли заварушка, то ли что, в Казахстане. Может, я ошибусь, но какие-то митинги были. Ну, я встал, снял этот. Говорю, вот этим людям некогда ходить на митинги, им работать надо. Мороз 45 градусов был. И по нашим подписчикам было 23 тысячи просмотров? 25 тысяч было просмотров прям за сутки. И с тех пор понеслось. Только в ТикТоке Луневых смотрели полтора миллиона подписчиков. Видеоконтент с домашними рецептами и деревенскими хлопотами в одночасье покорил всю страну. Пойду Люсю проверю. В теплице работает. Жарень капец, не знаю, как она там бедная. Колонка у ней, как всегда. Ой, тут джунгли зовут, Люся. Ой, Жареша, работать надо. Вопрос. Куда вы столько жрете? Сало, я имею в виду. Клиент привез. У него надо спросить, куда вы столько жрете. На самом деле, серьезный вопрос, потому что человек работает в поле, в сумке за уборку, она у него помаленьку разойдется. И хобби, и работа. Ролики принесли и славу, и первую зарплату. 30 тысяч рублей. Блогеры из села Макарьевка, Топчихинского района осуществили свою мечту, которую вынашивали 15 лет. Мы собирались весной в Питер ехать, лет 15 собирались. Мы просто вложили эти деньги в сумму, которую отложили на Питер. И вот я в марте получил, прямо в начале марта выплату эту. А в конце марта мы купили билеты. Да, кстати, она налогом уже все, как можно официально показывать. То есть это, она налог уже сняли с нее. С популярностью пришли и хейтеры, на которых уже не обращают внимания, и поклонники с поклонницами. Подписчики засматриваются на талантливых блогеров. Муж и жена не успевают отбиваться от повышенного внимания. Тетечки пишут в разного же возраста, и молодые, и постаршные. Пишут, у вас там таких еще мужиков нет в деревне. И мы говорим, нет, нету таких мужиков. Таких мужиков надо было в 20 лет брать, когда еще мы молодые были. И жить с ними на протяжении 30 лет. Она староживой охранник, он пожарный военной части. Эти сутки работают, трое дома. Трудятся по хозяйству, снимают видео и зарабатывают на нем. За один пост им предлагают не меньше 4-5 тысяч рублей. Получается приличная прибавка к основной зарплате. Кто-то попрыгал перед камерой. Да, это все не так-то все. Просто, кажется. Выходных не бывает. Если какие-то куда-то уезжаешь, в резерв обязательно 5-7-10 видео обязательно должно быть. Почти 90 тысяч подписчиков на ютюбе и около 20 тысяч в телеграмме. Сегодня Андрей и Люся Луневы, именно так называют подписчики своих героев, продолжают развиваться в социальных сетях. И призывают земляков. Главное, говорит Андрей, не грузить зрителей своими проблемами. А непринужденными и честными разговорами отвлекать от трудностей жизни. И для людей хорошо, и для блогеров открываются новые горизонты. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.